Чтобы обыграть соперника, важно ловко маневрировать на поле и точно бить клюшкой по шайбе, говорит Артем Харламкин. Хоккеем школьник занимается уже два года. Залог спортивного успеха признается регулярные тренировки. Каток на улице Белорусская, прямо рядом с домом. И оттачивать мастерство можно в любое время. Это очень хорошо, когда есть выходные или есть время свободное, вышел, покатался, отдохнул. Здесь всегда много народу, можно покататься, поиграть в хоккей. Поддерживать порядок на катке местным властям помогают жители. Мальчишки, рассекая лед, очищают его от снега. Для желающих покататься, а их немало, действует негласное расписание. С утра здесь проходят тренировки, а ближе к вечеру собираются все желающие. Каждая спортивная площадка, которая у нас есть в Куршесском районе, она действительно на вес золота. Поэтому очень важно, чтобы площадок появлялось больше, они будут востребованы в любом количестве. У нас спортивный район. Мы знаем, где площадки, мы знаем, где заниматься. И в Куршесском районе площадки нужны, важны и востребованы. В Куршесском районе этой зимой залили 8 катков. Всего по городу их больше сотни. Главная задача, чтобы ледовые площадки были для жителей в пешей доступности. И это поможет привлечь к занятиям спортом как можно больше людей. При осмотре катков представители городской администрации отметили, сегодня качество площадок лучше, чем в предыдущие годы. Я считаю, работа у нас пошла в положительную тенденцию. Это связано и с реформой органов местного соуправления, потому что работа более слаженная идет, более качественная. И мы видим это по результатам вот этого сезона, в каком качестве у нас находятся катки. Лед здесь отличный. Коньки едут как по маслу. Кататься можно как угодно, не боясь налететь на трещину. Прекрасные условия для тренировок и для отдыха. А для ребят, которые никогда не катались на коньках, есть отличная возможность научиться. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.